Насыщенный день. Два товарищеских матча, две победы. Прокомментируйте, пожалуйста, результаты игры и сами игры. Основную команду, я думаю, только в плюс. По игре, игры разные получились. Утренняя игра, первый тайм хороший был, второй сложнее. Много брака, молодые ребята часто ошибались в передачах. Это понятно, естественно, потому что играют после непростой тренировочной работы. Естественно, еще не готовы играть на протяжении всего матча. Поэтому, когда ноги тяжелые, отсюда вырастает процент брака. Вторая игра получилась более содержательная. Я думаю, связывает это с тем, что все-таки во второй группе у нас больше игроков, которые хорошо работают с мячом. Мяч лучше держался, игра получилась более цельная. В принципе, ошибки и есть, но самое важное, мы смогли сыграть практически полноценные две игры. Немножко попросили соперников, чтобы не по 45, по 40 минут два тайма. В принципе, конечно, довольны тем, что все-таки тот такой небольшой первый этап наших сборов мы закончили. Сейчас, завтра будет одна восстановительная тренировка и будем готовиться к последней нашему контрольному матчу с Уралом на этих сборах. И потом будет небольшой перерыв, где ребята смогут отдохнуть, немножко переключиться с работы на отдых. Два игрока, о которых вы сказали, присоединились на сборах. Саба Сазонов и Михаил Погорелов. Не было совсем времени у них, чтобы поработать с основной командой, но уже сегодня они вышли на поле оба. Как бы вы оценили их действия? Положительно, хорошо. Один и второй, несмотря на все сложности, о которых вы сказали. После перелета всего один день были в распоряжении команды, но сыграли, я думаю, абсолютно достойно. И Погорелов дал хорошую передачу в моменте с первым мячом. И Сазонов сегодня в первой игре смотрелся достаточно уверенно, поэтому ребята молодцы, быстро включились в работу. Цените, пожалуйста, уровень соперников. С этой точки зрения матчи равнозначными получились или нет? С точки зрения того, какое сопротивление или давление на «Зенит» оказывали «Шахтеры» и «Пахтакор»? Сложно сказать. Еще раз, наверное, все-таки более уверенно. Вторая группа, если второй матч, у нас оборонительная группа, опорная зона, очень хорошо работает на «Вече», поэтому и отбирать сложнее. И отсюда, я думаю, «Шахтер» больше отходил назад. Утром, особенно во втором тайме, мы как раз работали над позиционной обороной. Выходить в атаку не получалось. «Пахтакор» голова высоко, прессинговал. Ну, в принципе, это нормально. «Пахтакор» сменил весь состав. И во втором тайме вышли свежие игроки. У нас продолжали играть те же. И этот уровень, прежде всего, функциональной готовности, он бросался. Плюс на фоне усталости уже зашкаливал процент брака. Отсюда такой невыразительный получился второй тайм в первом матче. То есть выбор Дугласа, Бариуса и Аздоева в первом матче для разбавления молодых игроков, это было связано с тем, что нужно было выходить из обороны? Конечно. Мы пытаемся не только тем, что нужно было выходить из обороны, а тем, чтобы у нас разбавить составы. Потому что у нас, я думаю, большая разница между нашим основным составом или тем, как группой игроков, которые у нас всегда играют в чемпионате России, с молодыми игроками, которые играют мало. И мы, играя против команд чемпионов своих стран, естественно, чтобы попытались сделать приближенно одинаковыми, со своими поправками. Где-то нам нужно какие-то связки смотреть, где-то по другим причинам. Но, по сути, конечно, и Дуглас, и тот же Аздоев, и Бариус, игроки, которые, конечно, укрепили состав, который играл с Пахтакором. Хатулев у вас в паре с Ловраном играет сразу с матча с Ригой еще. Почему именно такую связку решили делать? По той же причине. Естественно, связка Прохин-Хатулев. Конечно, им нужно набираться опыта. А тоже может Хатулев играть рядом с Ловраном по уверенному, тому же Чистякову, который будет уже достаточно опытный игрок. И в этом плане, наверное, более равнозначные пары защитников для того, чтобы и одну игру, и вторую игру играть с хорошим сопротивлением. – Небольшое количество замен по сравнению с первым матчем с Ригой связано с тем, что необходимо давать игрокам все большую игровую нагрузку? – И с этими, и с другой стороны у нас просто нет игроков, которых могли бы выпустить. У нас ровно 20 полевых игроков, и в первом действии сыграло. В втором действии кого-то заметили подменить только форс-мажором, и только молодых ребят взяли с первого матча для того, чтобы они на всякий случай подстраховали. И немножко ротировали, как раз выпустил Крапухина в втором тайме, немножко дали Мише Погорелову отдохнуть, потому как у него получилось бы очень много сегодня сыграть. – То, что круговой выходит с Ригой справа в обороне, сегодня менялся флангами в полузащите с мостовым, это связано тоже с тем, что еще не все могут принимать участие в матчах? – Да, у нас нет, к сожалению, игроков на достаточном количестве на тех позициях, на которые они играют в чемпионате. Естественно, это по необходимости, потому как главная цель на эти матчи – это, конечно, функциональная готовность, и в каких-то тактических схемах или позициях уже применительно к предстоящему официальному матчу, конечно, речи не идет. И с этим связаны те изменения, которые есть, и с позицией круговой в частности, потому что он может сыграть. И у нас был вопрос, каких игроков на какую позицию ставить, потому что для нескольких игроков эти позиции не совсем привычные. – Отсутствие Себы связано с травмой или другая причина? – Да, он получил небольшое повреждение, надеюсь, что к следующей игре он восстановится и сыграет определенное количество времени. – Сергей Иванович, короткий вопрос. Оцените сегодняшнюю игру Кропохина, и в чем ему нужно прибавить, чтобы стать ближе к первой команде? – Я думаю, во всем нужно работать. Не надо только прибавлять в плане самоотдачи и той интенсивности, с которой он проводит весь тренировочный процесс. В этом компоненте, естественно, ему не нужно прибавлять, он работает на максимуме своих возможностей. – В остальном, конечно, чувствовать и опыт, и работать и над техникой, и над тактикой, и над завершением. Работы много, но это тот человек, которому очень сложно предъявлять какие-либо претензии по самоотдаче, по трудоспособности. Он, конечно, работает, и работает очень много, и в этом отношении он большой молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова